На автовозе шесть автомобилей специального назначения для зоны СВО. Есть как легковушки, так и проходимые джипы, буханки. В некоторых подразделениях с транспортом туго и пригодятся любые машины. Алтайский край всеми силами поддерживает бойцов. Депутатами в 2023 году было принято решение, согласно которому мы можем отправлять транспортные средства, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления или наших муниципальных унитарных предприятий, либо учреждений, которые на сегодняшний день, скажем так, не востребованы. Мы могли бы их направить туда. Проходимая техника жизненно необходима в зоне проведения СВО. Вместе с машинами в районы боевых действий доставят и запчасти для авто. У нас есть ребята, которые обеспечивают ремонт этих автомобилей и готовят к отправке, то есть готовят техническое состояние автомобилей. Есть ребята, которые занимаются выбором автомобилей, подбором и в дальнейшем покупкой, оформлением и документацией, и подготовке также к отправке. И есть ребята, которые формируют гуманитарный груз. Помимо машин, представители власти, неравнодушные жители города отправили для бойцов немало других необходимых предметов. Маскировочные сети. Есть целый комплект от наших совместных партнеров разведки Сибири и Народного фронта. Очередные для лаборатории БПЛА. То есть это наполнители, условно говоря, направляющие. Ну и все, что необходимо там. Есть даже эксклюзивные вещи тоже от депутатов Барнаульской городской думы в виде ленточных пил для пилорам. Гуманитарный груз доставят в славяно-сербский район Луганска. А уже оттуда распределят среди воинских подразделений. В первую очередь в технике нуждаются разведчики и медсанбат. Данил Кузнецов. День с толком.